Здравствуйте дорогие друзья, здесь Техноенот и его команда. Наш славный город Петербург в настоящее время совсем не знаменит своими автомобильными выставками. Раз в год проходит мероприятие, которое вроде носит гордое название международной автомобильной выставки, но все равно его уровень с московскими автомобильными мероприятиями не сравнить. Ни представления новинок автопрома, ни суперсовременных концепт-карам, в общем все не очень хорошо. Обидно конечно, но ведь были времена, когда было все не так. Да, давайте немножечко погрузимся в историю и заглянем одним глазком в 1907 год в город Санкт-Петербург на первую выставку автомобилей, двигателей, велосипедов и спорта. Да, именно такое название носила первая по-настоящему международная и представительная выставка. Такого мероприятия в Российской империи еще не проводилась до сего дня и поспособствовали проведению его французы. А именно журналисты французского издательства Le Auto обратились к своим российским коллегам в журнал «Автомобиль» с предложением провести первый автосалон. Опыт у французских товарищей был грандиозный для тех времен, они уже провели выставки в других городах Европы – Париже, Берлине, Брюсселе, Лондоне, Женеве, Вене и Мадриде. Редакция журнала «Автомобиль» озвучила этот вопрос в российском автомобильном обществе, где предложение было принято на ура, в общем с большим энтузиазмом. Был создан организационный комитет мероприятия, куда вошли главный редактор журнала «Автомобиль» Андрей Платонович Нагель, ну куда уж без него, председатель РАО граф Гудович Василий Васильевич и авиаконструктор Лебедев, а также представитель газеты «Лауто» господин Лефевр. Местом проведения был выбран Михайловский манеж. Место это самое то, это одна из старейших выставочных площадок Петербурга. Сооружение, кстати, построено в 1800 году по проекту архитектора Бренна, использовалось для проведения выставок уже в середине 19 века. Здесь и по сей день проводятся различные выставки и прочие мероприятия, в том числе спортивные. С планом выставки мы можем ознакомиться на данной схеме. У оргкомитета были жесткие требования к участникам, прописанные в регламенте. Например, участникам строго воспрещалось прибивать гвоздями что-либо к стенам манежа. Все вывески, картины и афиши должны были быть размещены в одном направлении и на одинаковой высоте, предписанной оргкомитетом. Интересно также такой момент, что ответственность за сохранность экспонатов несли сами экспоненты. То есть наблюдай, следи, береги свое хозяйство. В общем, строго, но зато арендная плата была довольно невысокой. От 5 до 7,5 рублей за квадратный метр выставочной площади. И плюс ко всему, все иностранные экспонаты было разрешено ввести и продать беспошлино. А многие столичные гостиницы предоставили скидки участникам салона до 30%. Я вот упомянул, что экспонаты можно было продать. Да-да, именно так. На выставке их могли приобрести все желающие. Были бы деньги в кармане. Но, разумеется, покупку нельзя было забрать до окончания выставки. Ну, особенно если это автомобиль. Русский салон, а именно так называло мероприятие европейская пресса привлек крупнейших мировых производителей автомобилей и аксессуаров. Приехали 70 участников из Франции, Италии, Германии, США, Англии, Бельгии, Австро-Венгрии, Дании и Швейцарии. Свои самые актуальные модели выставляли фирмы Рено, Лорен-Дитрих, Берлие, Панар-Левассор, Бразье, Мерседес, Фиат и многие другие. Отечественные производители также не отставали. Большая экспозиция была у завода Леснера. На выставке эта фирма представила почтовую машину, грузовик и два легковых автомобиля с 4- и 6-цилиндровыми двигателями. Продукция фирмы Леснер была удостоена, кстати, главного приза смотра большой золотой медали Его Величества Государь Императора за установление автомобильного производства в России. А вообще медалей было раздано много в самых различных категориях. У меня даже сложилось такое впечатление, что хотели отметить всех участников. Но, конечно, их реально было больше, чем наград. Общество Треугольник и проводник демонстрировали свои автомобильные шины отечественного производства. Экспоненты этих фирм были также награждены малыми золотыми медалями. Помимо кузовных фирм Фрезе, Крюмель и Яковлев представляли свою продукцию даже производители спортивной одежды и аккумуляторов. Чтобы привлечь посетителей, оргкомитет разместил рекламу на улицах столицы, а по ее дорогам курсировал рекламный двухэтажный автобус. А вот для доставки посетителей к Манежу по Невскому проспекту регулярно курсировали два моторных омнибуса. Прямо напоминает сейчас ситуацию с бесплатными автобусами до торговых центров. А вишенкой на торте был полет воздушного шара. В общем, все на самом высоком уровне, дорого, богато, но об этом еще дальше поговорим. В Манеже посетителей ждал буфет, синематограф, где демонстрировались фильмы на автомобильную тему и выступления с полудня духового и балалаечного оркестров, а также был даже оркестр венгерских цыган. Стоимость входного билета для посетителей составляла 1 рубль по понедельникам и 50 копеек в остальные дни. Интересно, что вот из этой понедельничной оплаты 50 копеек уходили на благотворительность. При этом есть информация, что для почетных гостей выставки было выпущено 20 тысяч бесплатных приглашений. Выставка работала с 19 мая по 4 июня с 11 утра до 11 вечера. Скажу честно, что не все нынешние выставки позволяют себе работать до 23.00, но в те времена к выставке был огромнейший интерес. Автомобилизация страны была в самом начале своего развития, но продвигалась очень быстрыми шагами. Поэтому увидеть чудеса и новинки техники должны были все желающие, а их было много. На открытии, естественно, присутствовали министры царского правительства, главы дипкорпусов и представителей высшего петербургского общества. Все-таки это выставка самого высокого уровня, а его уровень подтверждали также сопутствующие мероприятия. Санкт-Петербургский автомобиль-клуб и московский автомобильный клуб организовали автогонку по маршруту Москва-Санкт-Петербург. Императорский приз в полторы тысячи рублей, а это весьма немало, получил француз Дюре на автомобиле марки Лорен Дитрих. Он пришел на финиш через 10 часов 2 минуты после старта. И это весьма неплохо, учитывая, какие дороги были. 2 и 3 июня Санкт-Петербургский речной яхт-клуб устроил гонки моторных лодок. Победители и призеры были определены в пяти классах судов. Капитаны получили денежные призы в размере 150 рублей. Эти соревнования, кстати, привлекли не меньше внимания публики, чем гонки автомобилей. А вот 4 июня во время торжественного закрытия выставки состоялся интересный квест. Ну, как бы назвали это сейчас. Французский аэронавт господин Фор поднялся с Манежной площади на воздушном шаре и полетел по воле ветра. При этом было дано задание петербургским автомобилистам отправиться за ним в погоню. По правилам, кто первый найдет место посадки и привезет французского воздухоплавателя назад, получит приз. Шар долетел до Пулково, где зацепился за телеграфный столб, а снявшие господина Фора со столба автомобилисты Данилов и Нобель получили тот самый приз. Старт автосалонам был дан отличный. Было принято решение проводить такие мероприятия регулярно и потом будут еще выставки такого уровня, которые пройдут не только в столице, но еще в Москве и Одессе. Если честно, такой организации можно только посовидовать. Но наша команда не оставляет надежды на то, что и на нашей улице будет праздник и достойный автосалон пройдет и в северной столице, ну и, конечно же, в вашем городе. Мы немного погрузились в историю, как всегда без фанатизма и излишних технических подробностей. Своим мнением, впечатлениями делитесь, пожалуйста, в комментариях, а в видео делитесь со своими друзьями в социальных сетях. Оставайтесь с нами и никуда от нас не уходите, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить что-нибудь интересненькое, а оно ведь наверняка будет. До новых встреч, друзья-товарищи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok